Привет! Ты смотришь Универньюз. Самые актуальные, самые интересные, самые студенческие новости Казанского Федерального Университета. А расскажу сегодня о них я, Ксюша Цзен. Вот что ждет тебя в этом выпуске. Право на выбор. В России прошел единый день голосования. Знакомьтесь, Казанский Федеральный. Для первокурсников КФО провели экскурсию по студенческой жизни. Action Man Crew. Отдыхаем активно. Минувшее воскресенье в России прошло под знаменем единого дня голосования. Выборы различного уровня прошли в 44 субъектах страны. Своим правом на голос воспользовались и жители Татарстана. В республике выбирали депутатов Государственного Совета. Как прошел день выборов? Смотри дальше. Государственный Совет РТ – это высший законодательный орган республики. Интересы жителей Татарстана здесь представляют 100 народных избранников – депутаты. Именно они принимают законы, внедряют госпрограммы и прилагают максимум усилий для повышения качества жизни татарстанцев. В этом году Госсовет Республики созывается уже в пятый раз. Среди кандидатов в депутаты – представители практически всех областей жизни. Медики, учителя, инженеры, академики. Иными словами, те, кто, как никто другой, знает проблему своей области. И избиратели это ценят. В данный момент имею полное право скрывать, не говорить, но я голосовал за тех, кто достойен этого, кто будет заботиться о республике, о своем избирателе, не допустит событий, которые идут в Украине. В списке кандидатов депутата Госсовета в этом году был и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он будет представлять в парламенте республики интересы сразу четырех районов – Апастовского, Камско-Устинского, Кайбетского и Титюрского. Фамилия кандидата для жителей районов знакомая, так как Ильшат Гафуров, будучи депутатом предыдущего созыва, уже успел сделать для них многое. Отсюда и симпатии избирателей. За Гафурова. А почему именно он? А вот потому что нам, как говорится, он лучше нравится тем, что он поднял город, во-первых, Елабугу на высший уровень. И мы хотим, чтобы Титюш такие же были красивые. Гафуров. А почему именно его? Ну, потому что видим, что улучшения есть. Ильшат Равкатович – это уже проработавший депутат. Мы верим, мы любим нашего депутата. Он очень большое количество дел положительных, добрых делает. Мы сегодня смело обращаемся к нему по любому вопросу. И мне нравится то, что депутат в области достигаемости. Все без исключения отмечают на этих выборах очень высокую явку. Отдать свои голоса на избирательные участки Татарстана пришло более 70% жителей. Кстати, среди лидеров по явке есть и районы Опасовского избирательного округа. В Кайбинском районе проголосовали рекордные 98% жителей, в Опасовском – 96%. И как можно было убедиться, свои голоса избиратели отдавали исключительно за добрые дела. Александр Александров, Руслан Урозаев, Юниверньюз. Кстати, буквально недавно стали известны предварительные результаты выборов в Госсовет Республики. Согласно опубликованным данным, ректор КФУ Ильшат Гафоров одержал безоговорочную победу в Опасовском одномандатном избирательном округе. Свои голоса за него отдали более 90% жителей. Поздравляем Ильшат Равкатович с победой! Вчерашние школьники вряд ли имеют полное представление о том, что ждет их дальнейшей жизни. Чтобы убрать пробелы в их знаниях, в Казанском федеральном организовали экскурсию по студенческой жизни. Подробности далее. КФК КФУ Уникс принял экскурсию по студенческой жизни, приуроченной к 210-летию университета. Организаторы постарались на славу и предложили первокурсникам обширнейшую программу, которая, кроме концертной программы, предполагала уникальный рекордный флешмоб. Мы с вами сегодня поднимем 33 тонны 600 килограммов. Я благодарю за это стоит похлопать. Удачи нам сегодня в этом деле! С этой нелегкой задачей справились 200 студентов и руководители КФУ под громкие овации впечатленных первокурсников и других зрителей. А сам Ильшат Равкатович перевыполнил поставленную задачу, подняв 16-килограммовую гирю 10 лишних раз. Я вспомнил свою молодость, во-первых. А с другой стороны, общение с молодежью всегда дает заряд бодрости, энергии. И хочется жить и работать. Дело в том, что спортивный флешмобс – это особенная акция, потому что она ориентирует нас на занятия физкультуры, спортом, а ориентирует на правильный здоровый образ жизни. И только в здоровом теле есть здоровый дух. Это было раньше, есть сегодня, и так будет, наверное, всегда. Спорт – это жизнь. Да, мы всегда посещаем мероприятия спортивные. Впервые за три года, считай, да, три года, в общем-то, третий курс. Такое большое мероприятие, красивое. Экскурсия по студентской жизни продолжается, и следом за гиревым флешмобом следует концертная программа, в рамках которой первокурсники увидят географические, вокальные и театральные постановки. Полуторачасовой концерт же готовил первокурсников к студенческой жизни. Здесь в юмористической форме обыгрывались жизненные для студентов ситуации, требовательные коменданты в общежитии, очереди в столовую физфаку и так далее. Мы думаем, что наше выступление было как первокурсница в клубе «Арена». А это как? А это очень смешно! Между подобными сценками давали свои выступления громкие рыбы, команда КВН «Федеральная» и «Ама Хасла», вокальный ансамбль «Доминанты» и многие-многие другие. Такая жизнь тебя и ждет. Добро пожаловать, первокурсник! Надеемся, тебе понравится. Сергей Гуров, Ленардо Влитяров, Универ Ньюс. Наука не стоит на месте. О самых значимых событиях со всего мира расскажет в нашей постоянной рубрике Ралина Киряева. И по традиции начну с новостей науки в мире. Специалисты австралийских институтов Мельбурна и Квинсленда заявили о том, что почти завершили работу над чудо-таблетками от плохого настроения и тоски. И отмечают, что лекарства не наркотической природы. Сообщается, что эксперты в настоящее время проводят испытания препарата. На рынке медикаментов уже имеются средства, которые претендуют на источник позитивного настроения и не требуют рецепта от врача. Однако новое лекарство призвано не просто побороть хандру, но и справиться даже с депрессией. А в России коллектив ученых физико-технологического института Уральского федерального университета получит грант на продолжение исследований способа извлечения редкоземельных металлов из урановой руды. Разработка способна обеспечить импортозамещение сразу в шести отраслях промышленности – радиоэлектроники, приборостроения, атомной техники, машиностроения, химической промышленности, металлургии. Первые 100 миллионов рублей специалисты Уральского физтеха получат уже в этом году в рамках реализации федеральной целевой программы исследований и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы. И в Татарстане. Министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шахуддинов продолжает цикл лекций для студентов. Напоминаем, первая лекция, посвященная роли IT в социально-экономическом развитии Республики, прошла в Институте вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета. А вот следующая лекция была организована для 300 студентов Института радиоэлектроники и телекоммуникаций и Института технической кибернетики и информатики КНИТУ им. Туполева КАИ. Министр рассказал студентам о развитии сетей четвертого поколения в Татарстане, перспективах развития отрасли связи и потенциале сетей следующего поколения. А на этом все. Сегодня абсолютно все химики России празднуют день рождения великого ученого, создателя теории химического строения веществ Александра Бутлерова. Создателя теории химического строения вещества, основателя Бутлеровской химической школы вспоминали сегодня и в Казанском федеральном университете. Именно здесь Александр Бутлеров произвел революцию в традиционном понимании строения вещества. Заслуги Бутлерова в Казани не забывают, поэтому цветы у памяти к великому химику всегда свежие. Активный отдых после учебного дня – это в духе студентов. В этот раз их активность направили на танцы. Что из этого получилось, смотри в следующем сюжете. Студенты КФУ не скучают ни минуты. Специально для них в КСК КФУ «Уникс» провели бодрую и действительно запоминающуюся разминку. Команда Action Man Crew познакомила студентов с самыми интересными танцевальными направлениями. Как выяснилось, участники этой команды мечтали о подобном еще в свои студенческие годы. Когда-то, когда я начинал танцевать брейкинг, то мечтал о том, чтобы в институтах, в университетах преподавали именно брейк-данс, как вариант физической подготовки. Время идет, а желающих заниматься танцами становится все больше. И данный мастер-класс этому только поспособствовал. Лилия Равилова, Сергей Гуров, Руслан Уразаев, Универньюз. Это были все наиболее значимые новости студенчества. Не забудь включить нас завтра в это же время. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин